Всем привет! Это снова я! У нас, короче, новый блог. Я был инструктором когда-то, и вот учу брата... Как тебе вообще за рулем? Забыл уже, где педаль газа, где тормоз? Да. Мы встретились с братишкой, который переехал в Таллининград вслед за мной. И едем кататься. Я сейчас на панике. Мое такое внешнее спокойствие, это неправда. Да ладно, я инструктором был много лет. Как-то спокойно. Педали у меня нету, но и ты как бы с правами, да? Это должно уравнивать? Ну, типа да. Ладно. Мой блог сначала создавался под названием Сибиряки в Калининграде. Потом мне надоело снимать видео о Калининграде, и народ из-за моего названия задавал мне какие-то вопросы о Калининграде, о которых я даже и не знал и не хотел, в принципе, знать. И, короче, эта идея с этим блогом она потихонечку затухла, потому что мне стало неинтересно эту тематику снимать. Потом мы путешествовали во Вьетнам, и блог стал называться Вьетнам Трип. Сейчас я думал, о, клево, вот это то, что нужно, снимать блоги про путешествия. Но, к сожалению, бабло закончилось, и путешествие закончилось, и снимать больше не прошло. Но снимать, опять появилось желание. Я буду снимать просто про себя, про свою жизнь, и если вам это нравится, ставьте лайки. Сегодня мы покатаемся немножко на тачке. Я наслаждаюсь поездкой, в коем-то веке не думаю о том, куда ехать, как ехать, кого пропускать на перекрестке. Мы по ходу движения будем снимать что-то. У меня руки теперь свободны, я могу даже, когда мы катаемся по городу, могу поснимать немножко вам город, показать, как у нас дела. У нас сейчас какой месяц? Конец мая, да? Какой апреля? Конец апреля, 27-е. Да? 27-е число. Не удивляйтесь, если видео выйдет намного позже, но я очень сильно постараюсь. Мы, наверное, сегодня приедем домой, и вместе с тобой сведем это видео, и выложим его на эту. Сразу же. Да, договорились? Ты будешь моим мотиватором, мне будет стрёмно, если я тебя пообещал. Стрёмно. У меня как-то был выпуск, выпуски такие назывались, болталки за рулем. Да, да, ты смотрел их? Интересно было? Ну, это почти то же самое. Мы сейчас катаемся по улице Мира, одна из любимых моих улиц, потому что здесь брусчатка, и после дождя она так офигенно блестит, красиво здесь. Ну, скоро пробки разойдутся, потому что время уже 7.40 вечера, и они буквально минут через 2 закончатся. Комитетра Заря закрыли. Ты нормально можешь разговаривать и водить одновременно? Ну, что, рассказывай, как тебе в Калининграде? Да, вроде бы круто, но пока что все нравится. Наша погода неплохая. У меня в таких прям дождей, что-то, как я думал. Да, что? Закончил школу, в Калтане. Ну, сдал не очень хорошо, вроде как, но все равно сюда поступил. Рассыл документы там по разным городам. Кемерово, Краснодар, и сюда. Вот, отсюда первое позвонили. Что-то там спросили, не знаю. Я такое сразу подумал. Ну, если позвонили, то есть шанс, что у вас предложат. Вот. Да, получается, сюда поступил. Ну, и не жалеешь, да? Тебе нравится этот город? Нет, да. Все говорят, что в Калининграде погода говно. Ты как с этим согласен? Ну, иногда бывает, что не очень, а так мне нравится. О, смотри, какой закат. Мы подъезжаем к Центральному парку. Взяли кофейку, идем в Центральный парк. Покажем вам, если еще не стемнеет. Кстати, у нас погода улучшается. Ну, да. Я, кстати, слышал, что в Сибири сейчас плюс 30, и это, конечно, капец обидно. У нас, типа, погода должна быть лучше. Но, но для Калининграда сейчас тоже хорошо. Ну, и в легких курточках. Ну, правда, в этой легкой курточке в Калининграде всю зиму хорошо. Хорошо, да. Да, в Калининграде можно реально на куртках экономить. А вот в этом месте происходит у нас фестиваль короче каждый год. Фестиваль короткометражного кино. Идем в парк погулять. Круто, да, то, что в центре города такие парки есть. В общем, ребятишки, у нас темнеет. Камера уже не очень хорошо снимает. Я думаю, на сегодня достаточно. Увидимся с вами в следующих выпусках. Если вам это видео понравилось, ставьте пальчики вверх. Всем пока!